Друзья, сегодня самый необычный эфир, потому что... Вот так, ты знаешь, это самый главный жест этого лета. Вот так вот сделать рукой. Подожди, так руку-то можно убрать, у тебя и так... А у меня и так есть. У меня уст немножечко отклеивается, друзья, потому что сегодня мы всей страной еще раз поздравляем нашу сборную с вчерашней победой. Ура! Ура, Россия! Да, будем сегодня в вечернем эфире на телерадиоканале Страна.ФМ, конечно же, еще раз обсуждать и эту тему, но и, конечно же, будем говорить о юморе, потому что без него никуда и каждый будний день мы встречаемся здесь, в этой студии, именно для того, чтобы представить вам нашего очень классного и веселого гостя. Кого? Кого? Скажи, кто на этот раз? Опять стул пустой. Сегодня у нас в гостях актер театра и кино, звезда сериала «Универ», «Универ Новая общага» Саша Таня, Андрей Гайдулян! Я думал, опять рад пришел. Думал, опять рад пришел. Андрей, привет. Здорово, привет, привет. Нет, почему без усов? На, хочешь мои. Можно так? Давай. У меня они все равно отклеиваются. Да, они просто отклеивающиеся. Все, все сами. Все, присаживайся, пожалуйста. Все, с вашими усами. Все сделаем. А их можно придерживать? Присаживайся, пожалуйста. Сегодня это твой трон, твое место. Надеюсь, тебе здесь будет удобно. Я тоже в прямом эфире. У-у-у, друзья, все, кто подключен к нам сейчас. Это страна ФМ. Мне интересно, то ли ты усы придерживаешь, то ли я усы придерживаю. То ли ты хочешь что-то мне сказать. Слушай, а вот раз уж ты сам говоришь, что мы в прямом эфире еще в твоем аккаунте. Блин, я сейчас ехал с точно таким же таксистом, я тебе говорил сейчас, который меня кругами возил, с такими же усами. И он еще так смешно разговаривал вот так. Он, видимо, откуда-то из Ставрополя немножечко. И он такой, мы проезжали вот эту стрелку новую, которая, ну, висит над Москвой рекой. Зарядье, Зарядье. Какая интересная конструкция. Интересно, как же они ее сделали. Наверное, с проволоки сварили. Заварили с проволоки. Ну, не знаю. Вот так он разговаривал. Нет, самое интересное, что он удивляется этой конструкцией. Конструкция уже где-то год, это значит, человек приехал только вот-вот и уже работает такси. Это точно. И он тебя не быстро, я знаю, привез, но все-таки ты с нами. Он меня привез не быстро, но все-таки я с вами. Привет, друзья. Ну, смотри, вот раз уж ты сам, собственно, вышел в прямой эфир, скажи мне, пожалуйста, как у тебя обстоят дела с интернетом, своим, не знаю, профилем в Инстаграме. Что ты имеешь в виду? Видешь ли ты его? На проволоке он держится или на проволоке? Зварили его с проволоки, он и держится. А, да, да, да. Я сразу добавлю. Маша имеет вот следующее. Ты первый человек, который вошел сюда вот так. Серьезно? Со своей камерой, со своей аудиторией сказал, я приехал со своими зрителями на ваш телерадиоканал. Привет. Страна ФМ. Да, я, слушай, я стал, в общем, неделю назад активно вести Инстаграм. Только неделю назад? Только неделю назад, да. Ты узнал, что придешь к нам в гости и думаешь, эх, надо подготовиться. Я начал вести. До этого я так слабенько вел, но неделю назад, дорогие, дорогие подписчики, зрители, я решил, что я буду вести активно Инстаграм и стараюсь выкладывать каждый день. Потому что это жажда наживы. Естественно. Мне сказали, что его можно монетизировать, если вести. Ну, то есть неделю назад у тебя была первая успешная рекламная кампания, ты все понял. Да, две недели назад. Ну, вот и видят. Я отрекламировал какую-то шляпу, и мне сказали, что это очень плохая организация. Что они, в общем, как их, ну, какие-то... Нехорошие люди. Нехорошие люди, да-да-да. Главное, они заплатили тебе денег, скажи. Они заплатили мне денег. То есть для тебя они прекрасные люди. Нет, мне нравится, как Андрей сейчас сидит, каким пальцем он держит тусы. А я же сразу, ты только сейчас поняла мою шутку. Такой скромный подъек. Я именно так собираюсь держать весь эфир. Весь эфир. Я постараюсь. Тебе расскажешь. У нас есть специальное место для прямого эфира. Смотри, вот если ты сюда поставишь свой телефон, то всем твоим зрителям будет очень круто тебя видеть. Хочешь, даже я помогу тебе и настрою, чтобы ты... Садись, мы прицелимся на тебя. Да, ты присаживайся. Хорошо. Все, отлично. Друзья, поэтому прямой эфир можете смотреть и у нас на телерадиоканале Страна.Ифм. И параллельно слушать. Также заходите в профиль к Андрею. Как, кстати, тебя найти в Инстаграме? Ну, Гай Дулян. Первые три буквы, как гей по-английски. G-A-Y. Ой, не ошибешься. Да, вообще не ошибешься, да. Ты там один такой, да? Гей, ну как бы так получается, да, так вышло. Такая транскрипция у меня была в паспорте. Я так зарегистрировался, а потом осознал. Окей, друзья, давайте мы тоже. Ну давайте переживем это здание, послушаем музыку. Нет, нам тоже надо это осознать. Да, вернемся обязательно, никуда не переключайтесь. Мы будем здесь продолжать. Да, сегодня у нас Андрей Гай Дулян в гостях. Поэтому возвращайтесь сразу после этой крутой песни. Поехали. Дружок, если ты отращивал усы 80 лет, то поверь, именно в этом году они тебе и пригодились. Более того, к нам сам Андрей Гай Дулян пришел с усами. Да что там, Андрей Гай Дулян. Маша новая, целая. Отрастила седые усы. Целые коны, растила, отрастила. И сразу седые, чтоб уж наверняка и навсегда. Маша, расскажи нам про это. Да, на самом деле сейчас предлагаю поговорить немножко о футболе. Андрей, следил ли ты вчера за этим грандиозным ночем? Я так следил, я так следил, господа. Ну что тут говорить, мы все вообще стали в этот день одним целым. Вот Песков, у него тоже усы, кстати, есть, который пресс-секретарь президента. Он, по-моему, заявил, что... Там не усы надежды, там уже усы сбывшихся дел. Сбывшихся. Да, сбывшихся. Да, сбывшихся, все стало очень. Наверное, примерно с событиями 9 мая 40-го года. С лихованием. Да, но я скажу вот одну историю. Я в прошлую игру, когда мы, значит, были... Играли с... с кем мы играли? С Рубая, поиграли. Нет, 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 когда мы... С Египтом. Да, с Египтом, когда вот это была решающая игра, когда мы вышли. Меня... Я отравился в тот день. Меня, в общем, очень сильно прям тошнило весь день. А вчера весь день... Ладно, я не могу этого рассказывать. Все было нормально с тобой? Другого человека. Да, да, да. И я понял, что это знак, и мы обязательно победим. Мы победили. Я искренне верил. Я вот серьезно говорю. Я серьезно говорю. Я не лгу вообще. Я взял пиццу, значит, у себя сам заказал. Но это отдельный вопрос. Сейчас поговорим про это. Поговорим. И я был уверен, я верил, клянусь. Я хотел, чтобы это был большой длинный матч с пенальти, и чтобы мы выиграли. Я хотел этого. Я этого хотел, чтобы это было... Есть просьба. Есть настоящая мужская просьба. Говори. Брат, вот сейчас это прям в тему. Брат, я тебе кое-что дам сегодня после эфира. Что бы ты съел седьмого числа? Седьмого. Седьмого июля в четвертьфинал. Суторинца просто наверни. Окей. Мы с Машей и всей страной тебя очень просим. Ты знаешь, я готов, мне кажется, на это. Я даже об этом подумывал. Я тебе серьезно говорю. Я тебе серьезно говорю, я не шучу. Нет, а реально, где ты был? Ты с друзьями был или один? Я был с хорошим человеком, которого тошнило. Реально. Как его зовут? У него тайное имя? Человек. Так, его человек зовут Саша. Вот. Окей, так. Вот, короче, и потом, потом я понял, что несмотря ни на что, я должен, я хочу сегодня идти гулять. На Никольска? Вот вместе со всем. Я дошел до Никольска, я в нее не проникнул. Мы были с тобой рядом. Мы были, я был там. Я уже, мне закрыли Никольскую передо мной прям. И все, я тусал. А я еще успел, когда она была открыта. То есть, в принципе, туда можно было протиснуться, но я не пошел. Мы пришли пешком с Таганки до Никольска. Это было такое ликование. А мы с чистых прудов через всю Москву. Я был так счастлив. Мы все были одни. Мне так здорово, что вы были в разных частях города. Я все это смотрела по телевизору, ребята, я была вместе с вами. Блин, мы все равно все были одни, реально. Вся страна, страна ФМ, мы на стране ФМ. Конечно, об этом говорит вся страна. И вот об этом говорит вся страна. Мы все были одной страной. Это было так круто. Я был очень счастливым человеком вчера. Где был Арарат? Арарат был в Сочи. Он там был одной страной вместе со всеми. Я не удивлюсь тем, что... Арарат! Адлерский мой друг, ладно. Андрюк, а вот ты говоришь, что вы заказали пиццу у тебя же. Я предлагаю сейчас так вот плавненько перейти к этой теме. Перейдем, 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 конечно. Расскажи, пожалуйста, всем зрителям, слушателям. Да, на самом деле мало народу об этом знают. Я уже это понял. Я, в общем-то, не активно пока что рекламировал. Но да, я действительно стал сначала маленьким таким соучастником сети пиццерий. А теперь я полноправный соучредитель. В общем, значит, да. У нас сеть пиццерий называется Помодоро. Я вообще давно фанат Помодоро. Можете так и набирать в интернете. Помодоро. Я давно как бы был фанатом Италии, итальянской кухни вообще. И всегда считал, что пицца это самое простое, но у нас ее не умеют готовить. Ну, просто по нормальным. И если готовят, то очень дорого. А у тебя какой-то там фирменный рецепт? Ну, слушай, у меня нормальный рецепт нормальной пиццы. Это самое простое вообще. Что может быть? Андрей, самое нормальное пиццаола. Что странного? Пиццаола. Пиццаола. Я предлагаю сейчас ненадолго прерваться, пока нам Андрей раскроет свой фирменный рецепт. Расскажешь нам о музыке? Конечно, я расскажу вам. Все, а прямо сейчас мы слушаем, смотрим. Совсем скоро к вам возвращаемся. Ни куда не переключайтесь. Ни в коем случае. Уле-уле-уле-уле-уле-уле-уле-уле. На стране ФМ у нас что? Большой футбол на стране ФМ, потому что время 18.20, а не 8.45. Если 8.45 утра, то тоже большой футбол. Но утром, а сейчас 18.20, большой футбол, но вечером все то же самое. Друзья, что такое большой футбол? Что такое? Вот наверняка Андрей Гайдулян, который сегодня у нас в гостях в вечернем эфире, спрашивает и задается вопрос, что такое большой футбол. Я не умею этим владеть. Это конкурс, который проходит у нас на телерадиоканале Страна ФМ, и абсолютно каждый наш зритель и слушатель может стать участником. И, кстати, гость в том числе для этого нужно... Стоп, стоп, а также все зрители, все полмиллиона зрителей в отдельном телевизоре Андрея, который сейчас смотрит. Заходите на наш сайт страна.фм, оставляйте там свои прогнозы ближайших матчей. До момента, пока они еще не завершились. Ребята, те, которые еще не наступили, не надо рассказывать про результаты матчей, которые уже были. Это совершенно неверно. Это вам не поможет выиграть, друзья. Вот то, что будет завтра. Сегодня у нас будет вторая 1-8 сегодняшнего игрового дня. Завтра будут встречи. Пожалуйста, предсказывайте, удивляйте нас результатами. Если вы попадете точно в цель, что вы получите? Правильно. Медаль с изображением Маши в виде футболиста. Она там подстриженная в шортах, в геттер, с другой прической. Но поверьте, это именно она. Да, Маша? Миш, я вот смотрю на тебя и понимаю, что надо было тебя на эту медаль. Ну, видишь. У тебя и голова такая же круглая, и усы, и как у футболиста. Голова под мяч? Да, друзья, заходите. У нас очень много подарков, потому что наш телерадиоканал страна.фм очень-очень щедрый канал. Да, если вы отвечаете правильно, и ваш прогноз оказывается верным, то вы для начала получаете серебряную медаль, а потом вы становитесь главным претендентом на наш суперприз. Можно вдвоем уехать со своей любимой второй половинкой в Грецию. Друзья, теперь к матчам. К матчам самое главное. Давай, да, подводим итоги. Поехали, самое главное. Итак, вчерашний матч, тут не надо говорить, что вчера произошло. О, что было. В эпинате все произошло. Игорь, рука, простите, нога бога. Нога бога. Никто этого у нас не угадал. Далее следовал следующий матч. Хорватия-Дания тоже по пенальти, счет 3-2. Ну, 1-1 в основное время. По пенальти, счет 3-2. Есть победитель. Я вчера смотрела, вся Москва стояла в этих мониторах. Да, да, да. Кто же нам выпадет? Кто-то выпадет нам? И выпала нам Хорватия. И угадал этот результат человек по имени Лариса Яшкова. И я опять удивлена, что это девушки. Девушки у нас такие продвинутые в футболе. Это же у вас интуиция у дам развита. Ну, конечно. Поэтому вот они и угадывают все. Друзья, но это еще не все. Ведь были выходные. Сегодня понедельник. А играли-то больше одного дня. Был еще Уругвай, Португалия. Счет 2-1. И первым угадал Сахарьин Денис. Ура! Лариса, Денис, мы вас поздравляем. Вы уже выиграли памятную серебряную медаль. Она совсем скоро отправится к вам. Но помимо этого вы становитесь одними из претендентов на получение нашего главного приз на поездку на двоих в Грецию. Друзья мои, дальнейшие результаты в завтрашнем утреннем эфире в 8.45. Также вечером в 18.40. Поэтому слушайте и смотрите. 18.20! 18.20! 18.20! Да, все правильно. Поэтому слушайте нас, смотрите. Круглосуточна! Ура! Друзья, хочу сразу же сказать, там, где мы втроем, а втроем мы на теле радио «Трана и ФМ» и черневый эфир. Андрей Годуляев, у тебя с каждым выходом прибавляются то усы, то очки, потом будет шляпа, потом будет шуба, кокошник. Конечно, мы будем прощаться в шубе. Просто в шубе. И причем он попрощается с нами, понимаешь, что скажут? Ребята, всего доброго, приходите еще. Да, да, отлично. Да, хочу еще раз напомнить, какой у нас сегодня потрясный гость. Это для тех, кто только что к нам присоединился, подключился. Андрей Гайдулян, звезда сериалов «Универ», «Универного общага» и «Саша Таня». Вот, кстати, об этом я сейчас хочу подробнее поговорить. Давай, давай. Как ты попал в этот классный сериал и сколько уже сезона поднято, сколько лет? Слушай, нет, ну сериал «Саша Таня», вы уже придумали снимать продюсеры сериала «Универ». Вот, расскажи об этом. Нет, ну там так получилось, что мы как бы выросли из своих штанишек и нам сказали, вы такие охрененные ребята, мы про вас снимем отдельный сериал. С Валентиной Рубцовой? Да, 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 с Валентиной Рубцовой и сказали продюсеры, изработаем два раза денег. То есть был сериал «Универ» и «Саша Таня», а теперь будет «Универ» и «Саша Таня» и в два раза больше денег. Понимаешь, а потом, слушай, то есть дальше логическая цепочка какая? Отдельный сериал «Саша», отдельный сериал «Таня». Потом «Саша», «Игорь», ну и что уже, да, это сейчас тоже. Нет, потом будут ваши дети, которые повзрослели, стали похожи на вас и это продолжится. Скажи, пожалуйста, ну сколько уже лет длится этот сериал? Слушай, я честно, вот я тебе серьезно говорю, я не помню, мы сняли раз, два, три, ну, наверное, четыре сезона. Маша, послушай, ты спрашиваешь у человека, который сидит в очках в студии в темном, с усами наклеен, знаете, очки от него отваливаются, говорит, я не помню, мне не хочется даже уточнять. Я ему верю, я ему верю. С 2013 года. Это правда, с 2013 года, скорее всего. Мне нравится, что ты со всем соглашаешься. Андрей, давай посерьезно, я вот Арарату задал вопрос, который меня интересовал, я задаю его очень многим звездам, засчитай прогиб, очень многие звезды, которых прославила какая-то одна роль, я понял твой ответ, можешь не отвечать, так вот, их ассоциируют именно с этой ролью. Они делятся вот эти люди на два типажа, одни очень благодарны воле случая, судьбе, что судьба предоставила им этот шанс, а другие уже говорят, да уже надоело, вот здесь. Подожди, не отвечай за гостя, а тебе какой вариант? А я и сказал. У меня все, у меня все смешано, конечно, все смешано, конечно, неблагодарным быть нельзя, потому что это прекрасно, потому что страна любит, меня приглашают на страну FM, меня, ну действительно, это, ну как бы, это вообще во многом помогает, в чем-то мешает, конечно, ну, слушайте, я вообще живу с позицией, что, конечно, нужно быть благодарным за все, что происходит, и что все, как бы, круто, если ты хочешь что-то изменить, то все в твоих руках, правильно? Переды меняем. Вот, да, 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 поэтому я, конечно, хочу что-то изменить по этому поводу, у меня есть очень много разных идей, которые я сейчас начал реализовывать, но рассказывать пока не буду, чтобы лишний раз мне не... Про пиццу, про пиццу ты уже рассказал. Про пиццу рассказал, да, пицца, это на самом деле, вот действительно, я очень долго в жизни, я понимал, что я зарабатываю деньги, и я их никуда не могу, вот, как бы, вложить. И мне, я все время очень долго боялся открыть бизнес, реально, это вот есть такой страх. И есть такая тема, типа... Нам бы твои проблемы, кстати, подумали, оба мы, я зарабатываю деньги, не знаю, надо идти. Нет, 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 ну как бы, я где-то очень мудро прочитал мысль, типа, не ссы, первый бизнес всегда прогорает, как бы, да, то есть, вообще, да, то есть, это по-любому, как бы, да, Ну вот, я начал не ссать, как бы, до этого просто ссал, и вот, и все, и все, и все, нет, нет, все работает, классно развивается, мы открылись, у нас уже, уже, у нас уже 50 пиццерий по Москве, это на самом деле очень мало, вот вам кажется, что это много, а этого очень мало для Москвы. Вот я уточню, вот, допустим, большая сеть, у которой значок в виде доминошки. Да, 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 ну какая-то сволочь. Да, вот скажи, а вот у них сколько, просто, чтобы сравнить? А, я не скажу тебе, я сейчас не скажу тебе, но у них гораздо больше, реально, гораздо больше. У них 50, наверное, в одном районе, у одного дома. Нет, ну, в разы, в разы, ну, в разы, в два-три раза, не больше. Ну, подожди, ну, в Москве, а где еще? У нас еще очень, во многих городах, я сейчас уже запутаюсь, у нас по одной пиццерии открыто в Оренбурге, в... А, по России. В набережных Челнах, где-то в Питере у нас несколько пиццерий, в Хабаровске у нас одна пиццерия, много по Подмосковью, Балашиха, Раменское... Маша, я хочу, что даже, да, текст сидит твоих усов. Когда я буду спрашивать у тебя, ты говоришь, да, Миш, да я не помню, там вот в Раменском что-то есть еще, это, это, это... Нет, мы, конечно, мы... Да что мы все о деньгах, понимаешь, да что мы хорош? Мы, нет, мы развиваемся, конечно, по франшизе, все из вас могут стать участниками этой истории. Спасибо, что вы наживаете на вас! Наживался! Но я, на самом деле, я так, у меня так и получилось, я стал участником этой маленькой на тот момент франшизы, было 20 пиццерий на тот момент, это было где-то полтора года назад. Я вот как бы пришел... А, ну быстро достаточно, вы разрослись, кстати. Ну да, 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 потому что вот так вот, вот. И я пришел реально как франшизи, мне понравилось это, я предложил, мы там шурум-бурум, перетерли немножечко, маленечко, как бы договорились и сколлаборировали. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях актер Андрей Кудрян, поэтому, то есть мы сегодня, это не филиал программы «Бизнес в России», но мы говорим все-таки об искусстве, об искусстве зарабатывать деньги в стране. Ну и о еде мы тоже говорим, потому что время как раз-таки ужина, правильно? Так, время ужина. Андрей, скажи, а ты какую вообще еду предпочитаешь? Ты за здоровое питание, ты зоживец или все-таки за фасолью, пиццу и так далее? Я такой, я этот самый, латентный зоживец, то есть такой скрытый, как бы это понимаешь, да? Ну, в общем, ну, пытайся, ну, в общем, я всячески, нет, в целом я считаю, что я такой полузоживец. Полузоживец, да-да-да. Я реально всегда вот топлю за зож. Это могло бы выйти диакнозом у врача. Полузож, у вас полузож, да? У вас полузож, да? Полузож, да. Какой-то новый термин мы сейчас открыли, тебе надо стать предводителем этого направления. Я полузоживец. 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 Заметь, Андрей, как разнятся вопросы мужчины и женщины. Да. Вот Маше важно, вот понимаешь, вот, а зож, не зож. А я тебя обратно к деньгам вернусь с зажигушкой. Ага, к денежкам, ага, ага. Андрей, тоже серьезный вопрос, всем его задаю. Вот скажи все-таки, что, что для тебя первичней, что ближе, что приносит больше? Деньги. Чем искусство. То есть сначала тебе бухгалтер, я правильно понимаю? Слушай, на самом деле, ты, ты, а ты серьезно, ты что, про деньги и искусство хотел задать вопрос, да? Да, да, да. Ну, искусство, громко сказано, творчество. Творчество. Ну, что такое? Так, слушай, ну, сложный вопрос, сложный вопрос. Ты знаешь, если бы у меня в жизни было столько искусства, сколько мне хотелось бы, то, может быть, мне деньги и не так нужны были. А, по сути, деньги я зарабатываю для того, чтобы, ну, как-то, в общем... Чтобы заниматься творчеством. Чтобы заниматься творчеством. Это абсолютно серьезно. Любимыми делами, да? Бабки дают определенную свободу. Это правда, и, ну, как бы... Но любить их нельзя. Вот нужно все как-то делать с душой. Все как-то нужно смешивать. Я абсолютно искренне в это верю в своей жизни. И вот это правда. Круто, надо находить гармонию во всем. Да, друзья, давайте тоже сейчас найдем гармонию. Друзья, если вы хотите поддержать искусство, закажите три пиццы в Раменском. Вы поможете творчеству. А сейчас мы удаляемся. Послушаем. Скоро вернемся. Ну, что, продолжаем, дорогие друзья. Андрей, Маша, Миша, Миша, Маша, Андрей. В каком хотите порядке, хотите почасовой, хотите прочасовой, как хотите. Какой, Андрей? Сейчас все-таки, кто только подключился. Андрей, Маша, Миша, их двоих-то мы знаем. Андрей, кто там такой? Ты думаешь, кто-то переключался? Андрей, гайдулян, подай голос. Андрей, ты здесь. Все, отлично. Маша, ты так можешь. А ты можешь так же подать? Я тебя прошу, голос. Пожалуйста. Просим, но, Андрей, попросим. Нет, я всегда говорю мяу. Все, спасибо. Да, друзья, в прошлом выходе мы уже начали говорить о творческой карьере Андрея. Мы поговорили о сериале Саша и Таня, но вот вы на самом деле с Валентиной на съемочной площадке проводите очень-очень много времени. Вы, наверное, понимаете, друг друга уже идеально. Так как это, это Валентина, это вот как раз вот Таня. Саша, Таня, да? Кто не знает. Слушай, Валька, мы с ней понимаем, но начали подбешивать в этом году друг друга. Вот, я думаю, вы не ругаетесь, мне кажется, столько времени вместе. Нет, ну мы не ругаемся, мы ругаемся, ну как бы с любовью, с такой, сквозь ненависть, любовь сквозь ненависть, я шучу. Андрей, для меня это очень важно. Да. У нас, то есть пока цветочный, буденный творческий период, скажи, когда начнется, чего ждать от этой женщины? Через сколько лет? Там такой, ты как бы, ой, я тебе потом скажу, как бы без нее, на ушко, естественно, там есть что сказать. Будь готов, конечно, конечно. Ты вообще много вот будешь уже потом понимать. Учитель, учитель, потом, учитель. Третий год всегда в отношениях самый сложный. У вас какой год? У нас третий месяц. Третий месяц. Нормально еще, да? Нормально, ребят, это весело, это классно. Еще продержимся. Кстати, я так понимаю, что у нас с этим и связано, да, как-то наш следующий конкурс? Да, абсолютно верно. У меня в руках карты, а у вас должны быть в руках деньги. Деньги? Шутка, но у вас денег нет, потому что, да, они все в Раменском у одного, а у тебя их просто нет. Мне еще не выдали, да? Это Раменская, Петерея в Раменском, да, вот мощно рекламируем. Все очень просто, все абсолютно просто. Это абсолютно простая игра на понимание друг друга и полов. Это слова, слов там написано, дай посмотри, не подглядывай, дай посмотришь. Она подлинулась. Подожди, я что не подглядывать? Слов там шесть, у меня в руках часы, и мы будем понимать... А я могу поворачивать как, или брать карту, или что делать? Смотри, мне просто... Я никогда не играл в это. Будете смотреть, очень простые правила. Да, расскажи. Вы должны по очереди, во-первых, кто начнет? Конечно, начнешь ты, это самое интересное будет, чтобы Андрей понял, как это работает. Объяснять неоднокоренными словами слово мужское в твоей карточке. Все ясно. А Андрей будет... То есть Андрей поймет, насколько ты понимаешь меня за три месяца. А потом то же самое будет женскими словами делать Андрея, и мы поймем, насколько... В смысле, я буду объяснять... Женские, у тебя женские. У тебя женские слова. А у тебя женские. А у меня мужские, но Андрей, так, как я их понимаю. Давайте, давайте, давайте. Друзья, вы готовы, чтобы я перевернул вот эти самые часы? Маш, ты готова? Да, давай. Твоя очередь, кто больше слов угадал. Поехали, Маша. Я поехала. Так, короче, у Пушкина были вот здесь такие... Правильно. Машина не поедет без... Зажигания, ключа. Нет, нет, без этого масла разливающегося, как это по-другому называется, которое не везет. Бензин, топливо. Вот, топливо, да. На войне, короче, стреляют... Пулемет. Да. Чтобы забраться... А, чтобы всех-всех-всех опередить на таком байке, там, где крутишь педали, ты всех обгоняешь. Те, что интересует байк, мопед, велосипед... Какой? Горный велосипед. Нет, из всех прям вот... Ты на далекие расстояния на нем. На далекие расстояния, шоссейный... В смысле... По-другому ничего... Велосипед или не велосипед? Мопед. Да, велосипед. Мопук. Велосипед. Но какой? Нет же шоссейного велосипеда. Есть какой? Есть горный, есть дорожный. Го? Го? Гожный. 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 Го. Го. Устраивает, короче, Феррари на автомобилях. Это что? Гоночный. Молодец. Отлично. Волночный велосипед. Еще есть... Давай, давай, посвятим. В машине ты там что-то включаешь из-за этого... Все время, здравствуйте. Да. Свечи? Зажигание. Зажигание, конечно. Ну ладно, засчитаем. Пятерочку засчитаем. Слушай, а это... Подожди, это кто? Это мне пятерочку засчитываешь или ей? Нет. Мы оба в одной команде играем? Конечно, нет. То, что объяснила Маша. Маша нормально может объяснять, оказывается, слова. Вот что самое главное. А теперь посмотрим наоборот. Готов, чтобы я перевернул часы? Точно? Да, 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 да. Погнали. Значит, вот такой мешочек, который вы носите. Сумка, плач. Ну для чего? Чтобы в магазин ходить? Для... Авоська? Нет. Для продуктов? Ну почти. Ну как бы, что ты делаешь? Покупки? Да. Для покупок? Сумка для покупок? Группа такая была. Две телки, блондинки были. Рефлекс? Да. И только... Ну это вот как бы когда человек... Рефлексия? Да. Я сам таких рисовала, что на этого нет. Оказывается, знаешь. Смотри, значит, вот этот Италия в... В Талии? Нет, есть такая музыка. В Талии, Макаров? Италия, Макаров? Италия? Да, но вот женщина для утяжки. Для утяжки. Для утяжки есть такая штука. Для утяжки, но ты не знаешь. Ну для этого. Ну вот здесь Талию делать такая штука. Корсет. Так, так. И вот у этой штуки, у него есть такие вот такие... А, кости, косточки. Косточка. А, эти, корсетные косточки? Да. Боже мой. Значит, то, что, значит, перед морем там вы вытираешься вот этим. Полотенце, парео. Ну да, нет, первое. Купальник, полотенце, пляжное полотенце. Слушай, я хочу дичью. Давай пятый все, пятый давай. Чтоб дружба была. Которую ты пьешь. Молоко? Нет. Ты что, вообще не надо? Ты пьешь что обычно? Водку. А что? Вода. Вода, все. Вода. Вода, все. Все, вода, да, да, да. Это конец? Обманул меня. Я не верю, это не вода. Все, все, вода, вода. 5-5 победила дружба, никто не в обиде. А дальше не будет продолжение? Ты что? Ты что? Дальше драка может быть после такого продолжения. Садитесь, господа. Успокойтесь. Слушай, ну это было грандиозно, Андрей. А ты не хотел его отыграть? Ты азартный вообще человек? Или не особо? Нет, вообще не азартный, вообще не азартный. Вот я три раза был в Лас-Вегасе, ни разу не играл вообще. То есть приходил, что-то поиграл, а не, вру, но один раз на рулеточку поставил, продевал 50 долларов, все забил. Продевал мой планшетик. Ага, верни. Так. Да говори-говори пока про рулеточку, потому что я открываю наш замечательный кого? Да, блиц-опрос, Андрей. Это то, о чем я тебе говорила. Да, смотри, у нас есть такая традиция, под конец эфира мы задаем коротенький вопрос, на который ты должен быстро, не думая, ответить. А вы всем задаете одинаковые вопросы. Абсолютно. Даже Арарат на них отвечал. Готов? Ну давай. Погнали. Для меня самое важное в жизни. Человеки. Идти по жизни с юмором это? Это идти со мной. Если бы сейчас был 2018 год, что бы ты делал? Я бы кайфовал. Я бы был... Мейкером? Я бы пиццемейкером был, да? Ну да, я бы открыл пиццерию. А? А 2018? 2018 то же самое. Кайфовать только... Когда я буду старым уже человеком, но все равно умным, классным, что я скажу своим праправнукам? Я скажу праправнукам. Ребята, будьте хорошими людьми, веселитесь почаще, не грустите, работайте и никого не обижайте. С нами был Андрей Гайдулян, актер театра и кино Маша и Миша. Увидимся, услышимся в следующем часе. Пока! Спасибо, Анна. А вы реально Маша и Миша, да?